Друзья, всем привет! Это проект Кабрюна Пирави и в этом проекте у нас новый автомобиль. Пригнали нам девятку на ремонт. В принципе, с ней все в порядке. Вы скажете, если с ней все в порядке, какого хрена к нам ее пригнали? Проблема у нее с коробкой. Да, знаю, скажете, до этого была приора с коробкой. Ну, что поделать. Сезон ломающихся коробок открыт. Не знаю, когда он закроется, но что имеем, то имеем. Главное, чтобы денежки в копилку дзынь. Так, с коробкой проблема вроде как с первой передачей. Владелец говорит, что с хрусткой включается, все такое. Но, в общем, я что-то прокатился, не заметил, что с первой передачей проблема. Заметил, что вторая включается с хрусткой. Мы сейчас все разберем коробку. Сразу сами вы вместе с нами посмотрим, что с ней. Не будем тянуть время. Начинаем. Вот такая девяточка карбюраторная. Ну, да ладно, какая разница, какая она там инжекторная, карбюраторная. Главное, чтобы денежки в копилку дзынь. Как обычно, все по-старому. Поддомкрачиваем, скидываем колеса, снимаем карабас и смотрим, что с этим карабасом случилось. Все по-старому. колеса открутили сняли теперь все очень просто откручиваем шаровую я откручиваю здесь ее что здесь она будет выбивать это лишняя трата времени два болта откручиваем с этой стороны больше ничего откручивать не будем вместе с приводом вытянем отсюда шрус внутренний шрус подвязываем когда вытянем к поперечине поперечному рычагу все будет держаться с этой стороны немножко больше открутили шрус я вытащу полностью потому что мне будет не мешать так же самое откручиваем два болта вытягиваем шрус я еще откручу ослаблю вот этот вот этот поперечный рычаг его немного проверну чтобы мне не мешало коробки сейчас первым делом сливаем масло с коробки масло как и обычно на всех тазах переднеприводных она откручивается вот здесь лирная горловина откручиваем сливаем масло первым делом потом уже откручиваем и вынаем шруса потому что если не салюете масло потечет с под шруса еще снимаем сливаем снимаем ну и дальше включаемся уже принципе ничего сложного здесь нету так то коробка сухая нигде особо сильно не пробита не течет что уже радует причем на 17 откручиваем сливную горловину что за звуки такие масло вроде чистое коробка хорошая сухая ну да сухая теперь откручиваем массу с коробки из двигателя откручиваем на втягивающем два провода так дальше откручиваем коробку в нашем случае она также самое верху на двух болтах держится и внизу на двух еще надо было бы открутить щиток который закрывает сцепление в нашем случае его нету коробку надо будет открутить от подушки вот открутить карданчик переключение передач снимаем фишку с датчика включения задней передачи шрус шрус на себя просто в сторону да поддеваем шрус аккуратненько и вынаем шрус сняли этот аналогично откручиваем вынаем подвязываем откручиваем массу с двигателя и гайку обратно чтобы не потерять теперь с обтягивающего снимаем клемму откручиваем гайку с обтягивающего снимаем плюс откидываем его в сторонку и обратно наживляем гайку так вот сняли я еще открутил подушку от корпуса потому что она мешает потом устанавливать обратно теперь откручиваем подушку коробки остается только четыре болта и сцепление открутить и снять так чуть не забыл тут же это же самара на самаре у нас две подушки на коробке вот она еще одна здесь она держится на трех шпильках я не буду здесь вот расслабляем крепление возле кузова здесь откручиваем полностью выкручиваем болты снимаем подушку все смотрите снимаю все легко изящно подушка снята тем временем пока батя откручивает внизу подушку оставшуюся я откручиваю вверху коробку она держится на двух болтах вверху и двух внизу вот один болт и с той стороны еще один так не будет видно а не видно вон она там откручиваем и еще здесь вверху надо будет открутить трос сцепление вот здесь вот расслабляем гайку здесь вилки ванаем на предварительно я еще сниму аккумулятор полностью отсюда чтобы не мешался чтобы вилка не отходила назад все просто ослабляем до конца не надо откручивать просто ослабляем выкручивать его не надо полностью откручиваем стойку стабилизатора стойку стабилизатора сняли теперь откручиваем рычаг от кузова теперь откручиваем болты которые держат коробку вот уже один ослаблен остается еще три так вынаем его так зачем я снял этот рычаг рычаг я в общем снял не только рычаг полностью рычаг поперечный и рычаг продольный я снял чтобы было удобно ставить туда коробку он особо сильно не мешает но все же туда ее поправлять в общем неудобно будет оно видно по креплению вот от краба вот так вот рычаг идет где-то вот в этом месте он проходит и как раз где-то вот в этом месте он будет мешать болты открутили теперь вынаем их болты вынули теперь в принципе ничего коробке не мешает чтобы ее снять немного приподнимаем коробку и подковыриваем вот эту подушку вот таким вот образом со шпильки с одной сняли сейчас вот со второй сниму еще повыше стой 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 сейчас осторожно она уже не держится ни хуя вынаем подушку вот так в сторонку убираем она нам не мешает теперь просто сдергиваем коробку влево а потом вниз вот уже коробка снята как я и говорил немножко поднимаем влево и опускаем будем располовинивать коробку ну и смотреть что же там такое случилось то коробку сняли теперь плавно переходим к ее разбору первым делом снимаем выжимной поддеваем усики и снимаем выжимной откручиваем кронштейн троса сцепления снимаем крышку пятой передачи выкручиваем фиксаторы передач и фиксаторы задней передачи и раскручиваем половинку уже полностью о со шпилькой кронштейн вынаем подстукиваем через брусок крышку крышку подстучали по краям вот здесь например вот тут вот и вот здесь оторвали теперь снимаем опа коробка то внутри почище будет чем от приоры теперь все просто расклиниваем гайки здесь и здесь и эту и эту гайку откручиваем фиксатор вилки винт который держит вилку пятую передачу и снимаем пятую передачу в сборе сейчас покажу как это делается разбиваем законтренную гайку отбиваем так сказать вот здесь расконтренили гайки гайки надо использовать новые видите что с ними происходит края у них обламываются вот такое вот качество запчастей теперь откручиваем чтобы открутить передачу нужно выкрутить фиксатор вилки и включить принудительно пятую передачу и любую например третью или первую или вторую любую первую или вторую передачу коробка уже перестанет вращаться и потом можно будет поддевая расклинивая шестерни или вручную открутить но мы открутим клевомолотком хотя пока у меня его не было я очень спокойно и легко откручиваю все трубой воротком трещоткой ну ладно так откручиваем и убираем я включу первую и включаем здесь принудительно пятую передачу сейчас я его тоже включу все пятая передача включена как можно видеть коробка не вращается ни куда теперь придерживая пятую передачу чтобы она произвольно от вибрации не включилась обратно откручиваем гайки на откручивание давай вот одна придерживая откручиваем вторую вот и вторая открутилась вот таким макаром вынаем снимаем пятую передачу в сборе в общем я это сделал за кадром потому что одной рукой неудобно здесь в нашем случае был разбит вал и поэтому вилка очень плохо снимается еще остается втулка а под втулкой шайба берем сразу снимаем втулку и шайбу собираем нашу передачу в сборе и убираем чтобы ничего не потерять и не перепутать никакую втулку поддеваем шестерню и вынаем берем ударно-поворотную отвертку и откручиваем пластину ударно-поворотную и раскручиваем все четыре болта когда стучали четыре болта теперь просто их откручиваем снимаем пластину а просто видишь надо сета сильно держать у него сука ручка не резиновая она проскальзывает руки в масле покажи подписчикам держи просто руки покажу под винтиками у нас специальные так сказать гравера такие шайбы которые не дают им от вибрации открутиться не теряем их снимаем пластину которая держит наши подшипники снимаем стопоры которые на подшипниках берем две отвертки так как здесь штопоры без усиков придется подковыривать их отвертками подковыриваем и вынаем так поддели теперь проводим одной отверткой подстраховываем вторую отвертку поддеваем и вынаем аккуратно чтобы не сломать кольцо главное и чтобы оно в щи не улетело вот хорошо подстраховываем и выключим аккуратно и подстраховываем и Я сейчас возьму, а трубу. Это где-то крупным планом, так, чтобы было просто видно трубу. Видно? Угу. Вот это закрутили, блядь. Это я себе... Слушай, а как же много круче это было? Нихуя себе! Вот это закручено, блядь. Так, сюда надо какую-то эту приварить, блядь. Он сейчас нагрелся, может налить, чтобы он остыл, как бы. Тогда броджер разогревает. Всё, врубай тебя пока. Приварили сначала ключ, не помогло, приварили трубу. Помогло. Сорвали. Еле как. Вот что бывает, когда закручивают идиоты. Видно, что вот она уже вращается. Как раз её сваркой разогрела. Грани там уже были мёртвые, поэтому никакие другие способы нам не помогли. Как говорится, голь на выдумке хитрая. В общем, вот такая вот приспособа облегчает труд в откручивании любых проблем. Ключ? Нет, ну ладно, дай полю. Да, там видимо сильно зажато было, он грани облизал. Вон там мощный. Шарики там. Пока ещё. Видишь, забитая резьба, как плохо снимается. Опа, выскочил один. Один шарик выпал, за этим надо смотреть, чтобы не потерять. Теперь достаем отсюда пружинку. Чтобы гайки сильно не застревали в головках, в роте, обчистим их. Вот таким вот образом щеткой тихонечко-легонечко. Там уже, наверное, не получится. Там уже, наверное, не получится. Последний. По счету, но не по значению. Вынаем щуп, чтобы не мешал. Раскрыли половинку, теперь достаем. Достаем и немного проворачиваем. Прокручиваем, поворачиваем. Достали. На первый взгляд механизм целый, пружинки целые. Но вторая передача включалась с хрустом. Я на ней прокатился, а вторая передача была с хрустом. Сейчас снимем механизм выбора передачи, достанем вилки. Снимем заднюю передачу. И будем уже дефектовать. Смотреть, какие синхронизаторы накрылись. И заодно проверим дифференциал. Может, с ним тоже что-то нужно будет сделать. Снимаем заднюю передачу. Вынаем вал. И задняя передача снимается. Вал вынули. В шестерни задней передачи снимаем. Задняя передача долой. Берем ключик на 10 и откручиваем механизм выбора передач. Механизм откручен. Теперь его вынаем вот таким образом. И осматриваем. Как я уже и говорил, пружинки на месте. Вроде как они целые. Мы еще проверим за кадром, как оно работает. Визуально все хорошо. Сразу вынимаем вилку пятой передачи. И теперь вместе с вилками вынаем два вала. Первичный и вторичный. Подожди, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Разбираем. Вынаем сразу два вала. Доставай. Вот в таком виде вынаем. Берем две отвертки. И вот таким образом поддеваем втулочку. Затем втулку. Потом снимаем шайбу. Потом снимаем подшипник. Вот таким образом поддеваем подшипник. Дальше шайба. он был под втулкой вот видишь тушает миксирующий снимаю в таком виде до сейчас покажу здесь два полукольца шариком фиксируется здесь никаких штаборов ничего нету все поддевается сразу вот здесь вот два полукольца и шарик который фиксирует их с одной стороны с другой стороны шарика нету снимаем шайбу которая держит два кольца снимаем два кольца и видим что есть тут один шарик этот шарик немножко меньше тех которые находятся в муфтах поэтому если у вас разберется муфта не перепутайте его с другим шариком снимаем шестерню снимаю подшипник и здесь есть штопорное кольцо штопорное кольцо нужно будет разжать так далеко оно не пройдет надо пролять сейчас застрянет вот здесь так же самое нужно его и здесь доставать это пизда и дальше снимаем нашу передачу здесь остается подшипник его держит еще один штопор но подшипник хорошим состоянием трогать не будем и штопор трогать не будем купил ли мы синхронизаторы как можно видеть вот синхронизатор стал как ромашка грани стали острые вот по нему видно грани острые если посмотреть вот так в профиль видно что стерся он синхронизатор мертвенький у него более такие тупые носики на вот этом изношенном они острые а вот на этом они тупенькие вот и вся проблема хруста так сказать при включении передач видно какие они высокие по сравнению с со старым наглядно видно взял я четыре штуки поменяем 4 на 5 передачи вроде нормально был но и 5 уж не так часто включает синхронизаторами разобрались теперь будем собирать передачу передачи точнее сказать вот он наш это первичный вал или вторичный вал это вторичный вот и наш вторичный вал сейчас будем накидывать никаких подшипников ничего менять не будем с подшипниками все нормально поэтому у нас проблема только с хрустом включения передачи берем нашу первую передачу вот так вот она выглядит наш первая передача здесь все хорошо проверяем смотрим чтобы не было ничего сломаны шестерни чтобы зубчики чтобы не были сломаны в нашем случае все хорошо зубчики целые она ставится без ничего и одеваем берем новый синхрон синхронизаторами берем синхрон здесь видно цифры есть эти цифры должны виднется вот в этом окне то есть вот так видите как он прячется глубоко уходит не торчит если его поставить вот так он не прячется это неправильно правильно вот так видно там плоховато конечно но видно они цифры берем второй синхрон новый также само цифрами ставим напротив точнее маркировкой ставим напротив маркировки вот таким образом оп как видно они с двух сторон спрятались и даже не выглядывают вот это правильная установка а теперь показали на камеру и сами нахуй посмотрим эту камеру 145-145 тебе же видно здесь и не видно здесь вот там да уберем нашу муфту и одеваем аккуратно одеваем и усаживаем ее на шлицы никаким молотком ничем бить не надо так странно оно как-то а ну да ну что здесь подключается берем наше стопорное кольцо штопорное кольцо и одеваем вот это наше штопорное кольцо а ну бать усади его отвертка усади кольцо защелкнулась дальше берем подшипник надеваем подшипник нужно смазывать маслом но так как мы не мыли коробку нам смазывать балл не мыли бы нам смазывать ничего не надо берем и убиваем нашу приходит а ну-ка в синхрон померяна синхрон все нормально это не синхрон сделал почему он должен садиться ухты блять она старый они за кадром у нас вышел казус купили мы синхронизаторы но купили мы на восьмерку то есть на восьмую коробку так как у нас же вроде девятка восьмая коробка все дела один синхрон нам подошел на первую передачу мы стали одевать те же самые 8 синхроны на вторую и последующей передачи они не подходят стали разбираться в чем проблема оказывается проблема в том что у нас первая передача от восьмерки а все остальные у нас вот десятки кроме 5 5 мы пока не смотрели пока с ней неизвестно мне кажется 5 передачи тоже от от десятки получается первая передача от восьмерки все остальные передачи от десятки вот синхрон от десятки он спокойно одевается вот я его одел вот он вращается 8 он понятное дело не одевается так что имейте это в виду когда будете покупать если не знаете что у вас там сборная не сборная солянка берите с собой шестерню еще разница в том что на восьмой шестерне у нее есть где-то отверстие для маслоканала а на десятки она просто голая так что будете когда разбирать обратите на это внимание берем наш новый синхрон как можно увидеть на нашем новом синхроне маркировок нет никаких но это не проблема вот этими выступами ставим на пружинку так сказать тапираret вот видно что так вот он утапливается а вот в этом положении он не у это нужно надо так чтобы вы утапился полностью вот он утапился полностью берем нашу вторую передачу подворительно одевает подшипador타 перешли 2 передачу и одевая сюда видно что она оказывается shift берем наши два полукольца ставим их, берем шарик, здесь на валу есть специальное отверстие для шарика ставим наш шарик, ставим наши два полукольца, берем кольцо, еще одно и одеваем одеваем подшипник, одеваем шестеревные клетки и передачи берем синхронизатор, ставим наш синхронизатор, берем нашу муфту второй передачи и одеваем муфту берем синхронизатор, ставим вот этими усиками на пружинки синхронизатор спрятался, одели втулку, одеваем вот эту шайбу, одеваем подшипник берем нашу передачу четвертую и одеваем все вращается, все хорошо прокладку очистили, сейчас будем накидывать, первым делом накинем дифференциал собираем вот такой бутерброд, вилки накидываем сразу и вот это все нужно будет сразу одновременно вставлять в коробку вот так вот вставляем, все целиком, первичные и вторичные вилки потом немножко вращаем и он садится как видно все работает, все встало теперь берем вилку пятой передачи и так же вставляем теперь ставим механизм выбора передач обезжириваем поверхность и обмазываем прокладку герметиком для уверенности чтобы не протекла нигде одеваем прокладку надеваем вторую половинку все, крышку одели теперь обтягиваем крышку точнее теперь обтягиваем половинки наживляем и обтягиваем по кругу половинки мы уже между собой скрутили собираем пятую передачу для этого ставим штопоры для подшипников одеваем штопоры потом одеваем пластину приключим пластину потом одеваем передачу и ставим крышку одели штопоры для подшипников теперь надеваем пластину Берем ударно-поворотную отвертку И подстукиваем винты Чтобы они не раскрутились Ходили втулку, колечко вот это вот Одеваем подшипник Берем нашу пятую передачу в сборе Вместе с вилкой и одеваем Закручиваем фиксатор Вилки И наживляем две гайки Ну и закручиваем их, понятное дело Закрутили гайки на валах, теперь их надо законтрить Одеваем прокладочку И одеваем крышку Сразу, чтобы не забыть Одеваем кронштейн для троса сцепления Самое главное Не забываем поставить фиксаторы передач Сначала шарик Потом пружинка Ну а потом Такая вот гаечка с шайбой Алюминиевой И так все четыре Хватит Это пробки, их сильно закручивать не надо К тому же там алюминиевая шайба Можно видеть, коробка уже готова Мы ее собрали К установке Смажем выжимной подшипник Смазкой новой И уже будем ставить Пока батя затягивает колеса Покажу, что мы сделали Все уже обратно поставили Коробку закрутили Тросик закрутили Все закрутили Все по местам Все болты Какие должны быть Все прикрутили Сейчас покажу, чем там понизу Ну в принципе понизу Все как и везде Коробка на месте Все провода на месте Все подключили Рычаг поставили Все обтянули С этой стороны точно так же Единственное Только пока не ставили Карданчик не прикручивали Почему не прикрутили Потому что нужно будет поменять Вот здесь вот Пыльник у него есть Он порван Сейчас будем менять Чтобы его поменять Нужно в салоне разобрать Туннель Снять И открутить Кулису Так сказать Так, сняли мы уже кулису Не стал я показывать Как это делается Потому что это такой баян Что просто Лишняя трата времени Вашего и моего Просто легко здесь снимается Сейчас покажу Как резинку менять Смазочки Прокрутить Прокрутить И вот так вот Снять Чтобы поменять этот пыльник Нужно снимать тягу Потому что С этой стороны Берем новый Берем Смазочку В моем случае Это типа универсальная середина Жирненько так мажем Берем Теперь самое главное Наживить Что я и сделал И протягиваю На месте Теперь Не менее Трудоемкая задача Продеваем вот так И заправляем шубу в трусы Как видно Мы справились Теперь в том же духе Ставим обратно Пока батя делает чай Я подведу итог В общем Пособрали Все сделали Поставили Масло залили Трос спидометра Подключили Так Вверху все закрутили Все проверили Внизу тоже все поставили Карданчик прикрутили Пыльник Как и говорил Поменяли Все собрано Все отлично Снизу Как-то так выглядит Конечно Грязненько Но нам надо было Не отмывать Нам надо было сделать Чтобы работало Тест драйв Двигатель Какие-то новые провода были здесь Может подсос нужен Да? Заведи Что ты там снимал Такое интересное Двигатель Да Сбоку как-то Батя-батя Ладно Да дай выехать с гаража Машинку собрали Ну и конечно же Тест драйв Заднюю Первую Как же это Без усилителя Не прикольно Вторая Третья Машинка работает В принципе Все хорошо Коробка работает Передачи переключает Все отлично Работа сделана Всем спасибо за просмотр Всем до новых встреч Машину я собрал Все Всем спасибо за просмотр Всем до новых встреч Подписывайтесь на канал Вы все знаете Что нужно делать Машина готова С задачей я справился Пишите что вы думаете По этому поводу В комментариях Ну и до новых встреч Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok